Дорогой друг, если ты смотришь нас сейчас, значит ты попал на лучшую передачу на свете. ДВР, диван вопросов от родителей, с вами лучший ведущий на свете и я тоже с вами Никита Никитиншин. С нами сегодня в гостях Стефан. Стефан, с нами Стефан, сегодня в гостях Стефан Барковский. Мы показываем полет Духа Святого, поэтому используйте, друзья. Стефан, расскажи, пожалуйста, откуда ты, куда ты и как ты? Ну, откуда я? Значит, я из церкви 21 века, вот это про церковь, куда я, я думаю, что сейчас на данный момент я иду в рай, вот, надеюсь, что в будущем не изменится это направление. Так, и последний вопрос был... Как? Как? Припевающе, наверное. Как вы добились. Хорошо, я так понимаю, что если ты попал на данную передачу ДВР, значит у тебя вполне вероятно, что верующие родители. Да, родители верующие, и с детства я, получается, тоже как бы верующий, ребенок верующих родителей. Расскажи, пожалуйста, как происходили взаимодействия внутри семьи, отношения? Ты сразу же принял Христа или потом что-то там закрутилось, завертелось? Я часто ездил в лагеря, вот, христианские, которые назывались выезды, вот, и на самом деле там, ну, Дух Святой был. Как и везде. Ну да, 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 как и везде. И в 11 лет я решил осознанно принять крещение водное. Вот, я принял крещение, и с 11 лет, я думаю, что все самое ужасное, что было в моей жизни на сейчас, на сейчас, на сейчас не момент, за мои 17 лет, началось с 11. И вот так вот, короче, прям... Это что вы сейчас пытаетесь пропагандировать? Это не пропагандирует, это я просто говорю, что я думал, что я делал это осознанно в 11 лет, принимал крещение. Вот, очень большой акцент на это делали родители, что нужно именно осознанно делать, принимать крещение. Вот, и я думал, что я делал это осознанно, но на самом деле, как оказалось, судя по всему, нет, потому что это, когда происходит крещение, это значит, что ты свою жизнь посвящаешь Богу. Вот, я, если и посвятил ее Богу, то сделал это очень плохо. Ну, расскажите с этого момента поподробнее, это всех интересующий вопрос. Ну, 11 лет, что это, там, четвертый, что ли, класс, не помню. На меня всегда, да и как на всех, на нас очень, на самом деле, влияет общество, вот, и на меня оно тоже очень сильно повлияло, просто элементарно. Ты сейчас ответственность перекладываешь на общество, да? Конечно, конечно, но не на себе, на себе же их нести. Так, да, шутка, шутка. Вот, и я просто подался влиянию. Это не значит, что, типа, там, ну, я выложил свой мозг, там, и сказал, что я приду за тобой попозже, вот, оставил его на продленку. Нет, ну, подался влиянию очень, 16 лет. Нет, я осознанно, ну, получается, вошел в служение, вот, осознанно, ну, не знаю, как это сказать, поверил, вот, ну, просто, как бы, я стал не просто, ну, христианин, я думаю, что я... Номинальный, да. Да, ну, я думаю, что, соответственно, наконец-то, ну, рангла. Типа, да, рангла. Твои отношения с друзьями в школе, тебе было стыдно, да, что ты христианин, например, или не стыдно, ты как-то это рассказывал, показывал? Вот именно, я рассказывал, но вообще не показывал, вот, так что, на самом деле, то, что я говорил, особо даже не имело смысла, то бишь, я говорил, что это, ну, христианин, вот, еще я добавлял там, так, как... Классные специи, классное блюдо, добавлял то, что, типа, вот, я не просто христианин, так я еще и протестант, вот, пио-протестант, ну, да, протестант, это чуваки, которых мы уважаем, вот, и... Но толком, на самом деле, это не значило абсолютно ничего, так как я ничего не делал для того, чтобы отличаться... Родители что тебе говорили по этому поводу, они знали или нет? Меня просто покорила, на самом деле, реакция родителей, нет такого, что, типа, о, красава, ну, да, это все проходит, как бы, ну, ты не парься, главное, нет, как бы, но при этом и не было осуждения, было очень много любви и очень много дружбы. Моя мама очень вовремя схватила момент, когда, ну, пришло время становиться не просто матерью, но пришло время становиться другом, вот, и... Далеко не все отцы могут взять эту роль, ну, элементарно из-за того, что они просто играют роль отца, ну, не играют роль, они ее выполняют, вот. Сложно. Да, и вот мама, как бы, она именно хотела подружиться со мной, несмотря на все мои косяки, вот, она очень любвеобильно прощала, вот, и, ну, конечно, многие могут сказать, что да, это неправильная тактика, нужно было, конечно. Жестче, но, просто, каков итог? Итог таков, что, на самом деле, я просто очень благодарен Богу, очень благодарен маме за то, как она повела, просто, в этот сложный для меня период себя она повела. Какие принципы воспитания ты бы... Применил для детей своих? Да. Я бы хотел привить им искренность, вот, я бы очень хотел окружить своих детей вниманием и любовью, но не до такой степени, чтобы они стали эгоистами, ну, правильной любовью, правильным вниманием, вот. А как это, правильно, любовь, не знаю. Как? Ну, вот, через 10 лет, давайте, короче, встретимся, когда у меня будет семья. Через 10 лет. Вот, я покажу, как бегают мои детишки, как я их зову. Я думаю, у нас будет подобная программа. Конечно. У нас сейчас рубрика «Знание Библии» со Стефаном. Стефан, какая книга Нового Завета рассказывает о встрече Иисуса и с Самарянкой у колодца? Марка, Иоанна, Вторая Иоанна или послание к Колоссянам? От Марка? Нет. Еще попытка. Ну, там всего три варианта ответа. Иоанна, Вторая Иоанна или колоссянам? А, там еще два Иоанна. Ну, давай колоссянам. Нет. Ладно, барабан был хотел закрутить. Ну, на самом деле, да, я не знаю. А ты, Иоанна? И это правильный ответ. В какой книге Нового Завета Павел призывает простых христиан надеть доспехи Бога? Галатам, Киефесянам, Кримлянам. Или к Филиппийцам? Слушай, на самом деле, здесь я проруководствуюсь логикой, да, римлянам, все-таки они были воины, поэтому я выберу этот мирон. Ты почти прав, но нет. Галатам? Нет. Ну, добивай меня. Киефесянам. Кто из ниже перечисленных не был брошен в пылающую печь? Давай. Азарья, Кадиллак, Сидрах или Мисаил? Кадиллак. Ну, вообще, вроде Кадиллак не был, но правильный ответ Мисаил. Правильный ответ Мисаил. Да. Мой Кадиллак сожгли. Кто был первым убийцей в Библии? Адам, Авель, Каин, Саул или Бог? Второй, кто был? Авель. Слушай, Каин же убил Авеля. Ну, это правильный ответ. Был бы на вопрос, кто брат Авеля. Так, стой. Авеля убил Каин. Каин убил Авеля. Продолжаем. Какой ученик не хотел, чтобы Иисус омыл ему ноги? Пётр, Варфоломей, Марк или Матфей? Какой ученик не хотел, чтобы Иисус омыли ноги? А, чтобы Иисус. Да, это тогда. Пётр, Петя. Это правильно. Кого Бог наказал за убийство Авеля? Кого? Убийцу Авеля. И кто это? Это был Каин. Ты молодец. Спасибо. Окей. Какой самый запоминающийся нехристианский поступок, который ты делал? Чудесный вопрос. Самый запоминающийся нехристианский поступок, конечно же, я сразу запомнил нехристианский поступок. Вот, и я думаю, всем буду его рассказывать. Так. Вот, поэтому я, наверное, скажу, что самый мой нехристианский поступок, это было воровство. Где? Где и когда? На самом деле, я много чего и у кого крал, вот, это было и время. Сильно. Вот, и чувства, и эмоции, и даже сердца. Ну, я возвращал всегда их на место. Молодец. Был момент, значит, когда ты был в миру, я правильно понимаю? Да. Ты чувствовал осуждение? Под кого? Ну, вообще внутреннее терзание, что ты грешник. Недавно совсем читал про духовную смерть. Вот, но на самом деле, что круто, что Бог на самом деле, Он же Бог не смерти, Он Бог жизни, Бог воскресения. И Он воскресил также мою духовную жизнь. Вообще, да, вот был этот период конкретной духовной смерти, и когда на самом деле происходит духовная смерть, ощущается нереально глубокая пустота внутри, что очень тоже грустно и тяжело. И, да, осуждения его не было. Это и есть духовная смерть. Вот, я думаю. Когда нету вот этой названной совести, которая говорит тебе, ну, типа, куда ты лезешь, становись чувак, типа, ты, посмотри, что ты творишь. Ну, конечно, совесть иногда прорывалась сквозь безрассудство, но осуждения на самом деле, ну, в большинстве случаев не было. Но ничего хорошего в этом нет. Это хорошо. Да, все хорошо. Ты это осознаешь сейчас. А тебе известно твое призвание? Нет. Да, я думаю, призвание это не самое простое. Ну, конечно, о нем нужно молиться, и оно дается в свое время, как почти и все остальное. Но я считаю, что призвание мне сейчас не открыто. Ну, ты стремишься его получить? Конечно. Ты занимаешься служением? Да, я служу. Я служу в СММ-команде молодежного служения, в СММ-церкви нашей. В молодежном служении я, как бы, типа, ведущий. Это сильная... Да, я там потише это сказал, ну, просто я знаю, с кем говорю. Так. Засмучай меня. Кто для тебя пример? Однозначно Иисус для меня пример. Я сейчас объясню, как это вообще, потому что, ведь, казалось бы, рядом его... Ну, он... Поймите меня правильно, да? Вот туда, на камеру. Да, нам... Мы люди, и... Нам нужно наставление от живого человека, от настоящего. Вот. И я думаю, что на самом деле Иисус, он сеет эти примеры во многих наших друзьях, многих наставниках, пасторах, вот, которые тоже являются очень классным примером. Ну, а почему я говорю Иисус? Потому что... Это правильный ответ, да? Потому что это правильный ответ, да? Читайте Библию, молитесь. А также просто в нём заложены все качества. Это есть образ, к которому мы должны стремиться. Понятно, что если он пример, то это круто. Чем же таким особенным для тебя Иисус является? Ну, почему, пример, в чём? Я как человек смертный, который когда-то умрёт, вот, и который когда-то родился... В смысле, твое тело умрёт? Ну, да, да, да. Тело моё умрёт. Вот, и именно поэтому есть у меня всякие разные душевные переживания. Например? Нам такое интересно. Ну, вот, например, когда тёмная-тёмная ночь, и ты такой думаешь, блин, я никого не нужен, типа, и мне никто не пишет. Вот, ну, это, например, я не говорю, что часто с этим сталкиваюсь, хотя тоже сталкиваюсь, конечно. Вот. Но не нам людям знать, да, с какими мы, бывает, трудностями буквально у себя в голове сталкиваемся. Иисус, на самом деле, он не просто притчами учит, он не просто говорит, как надо действовать себя в каких-то ситуациях. Он сам является очень живым, примерно. Живым я говорю, потому что есть много историй, когда... Ну, вот, истории наяву, и они являются притчами. Это, по-моему, 10 глава, то ли 8 марка, там, где Иисуса изгнал бесов из чувака, который назывался Легион. В свинюшек. Да, в свинюшек. Вот, я слушал проповедь, вот, и на самом деле эта история, это великая притча, потому что, как бы странно не звучало, ключевое внимание на свиней. Потому что, если я не ошибаюсь, 2000 свиней, да? Ну, или тысяча. Или сколько? Или только. Ну, много было. 300-600, это нереально много. Много свиней было. Это, да, целый город. Ну, это золото просто выкинуть. Вот. В зерее. Да, свиньи, это было дорого. И ключевой смысл, я считаю, здесь в том, что Иисус знал, что ценно для людей, которые живут в этом городе. Вот. Однако он поставил выше всего, ну, именно вот... Человеческую жизнь. Да, человеческую жизнь. И он изгнал бесов, которые сами попросились в свиней. Ну, почему они попросились в свиней? Потому что они знали, что очень дорого для этих людей это свиньи. Ну, они же не просто вселились и жили, потому что им хотелось жить. Они скинулись с этого обрыва, чтобы лишить людей самого ценного и дорогого. И после этого они попросили Иисуса уйти. И это такая притча, что на самом деле атакуется самое ценное. И часто мы пропускаем действительно ценное. Ну, и это лишь одна из многих-многих историй. Да, это сильно. А какую атаку в последний раз ты переживал? Да, вот недавно на самом деле болел. Вот сейчас до сих пор отхожу от болезни, да, выздоравливаю. Я понял, что на самом деле, когда болеешь, вот очень важно не только физически выздоравливать, но еще духовно не ослабевать. Это правильно. Да, это бывает на самом деле не так просто, но это важно. И на самом деле очень много разного. Это были такие апатичные дни. Я из дома не выходил, вот, ну, как раз-таки из-за болезни не выходил, но просто по сопутствию этому получалось так, что реально тяжко. Ну, день похож на день. Это день сурка от этого, конечно. Тяжко бывает. Стефан сейчас скажет самое важное послание, которое он получил за свою жизнь, самое важное послание, которое вы должны знать в своей жизни, то, что он считает важным. Стефан. Что я считаю важным? Ну, я просто чувствую, что, быть может, это, конечно, не так важно в жизни, однако искренность – это первый шаг к харизме, я думаю. Поэтому будьте искренни, друзья. Дорогие друзья, будьте искренни. Дорогие друзья, будьте искренни. С вами были Стефан. Стефан, дружище. Никита. И на этом мы завершаем нашу программу. Я надеюсь, она была для вас продуктивной, полезной. С вами была программа ДВР. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!